Друзья, всем огромный привет! Мы с вами продолжаем играть в Ark Survival, продолжаем выживать модификации Прометей. Как помните, в прошлом выпуске потеряли силового Додорекса, так что в этом выпуске нужно будет его восстановить. За кадром я тут неплохо поформил древесину, сейчас у меня там делается вовсю кристаллы. Сейчас, секундочку, давайте. Камень поформил, волокно. То есть в этом плане у меня сейчас всё хорошо. Мы, как помните, собрали с вами гель-удильщика, и теперь за счёт его как раз здесь всё работает. Ну, в принципе, это можно уже переложить отсюда, чтобы оно там просто плавилось. Это уже вторая партия на самом деле. Это раз. Далее. Я хочу сделать одного из эквасов силовым. Опять же, у меня есть два кристалла. Они у меня с собой. Они у меня с собой. Отлично. Я хочу сделать эквасов как раз силовыми. Сейчас, секунду, это не сюда. Это вот пошло вот сюда. Мы с вами, наверное, сможем скоро сделать ещё один кристалл такой. А вот это вот у нас с вами пошло... Древесина закончилась. Вот это я лоханулся. Ладно, не страшно. Древесины у меня навалом. Давайте разложим сейчас частично. Часть сюда пошла. Кстати, слитки заберём, а половину перекинем вот сюда. Да, нужно будет сейчас потом ещё подфармить, потому что что-то как-то этого маловато будет. Это пошло сюда. Всё, процесс пошёл, всё хорошо. Так вот, мы с вами сейчас, наверное, в первую очередь действительно одного из эквасов превратим в силового. У нас вот этот раскачанный с вами, вот этот, этого я не качал. Сейчас быстренько забираем седло. И седлышко на экваса обязательно с вами проапгрейдим. Так, дружище, я вот это всё у тебя заберу. Зелье я выложил. Одну секунду. Потому что силовой Додорекс это было, в принципе, неплохо. Помните, какие у него были статистики. Кстати, это последнее силовое зелье, нужно будет ещё нафармить. Помните, какие у него были статистики, насколько он классно срубал всех там подряд. То есть, ну, действительно очень крутой, пока я его не потерял. А потерял я, потому что не стоит больше нападать на этих как раз вождей людей. Так назовём их. Так вот, забираем пока что седло. У нас с вами есть здесь апгрейд стейшн, я его установил сюда. Соответственно, здесь, если не ошибаюсь, можно при помощи... Давайте попытаемся проапгрейдить волокна, древесина, камень, кожа. На самом деле, это всё ерунда, это всё есть. Там пошла эволюция. Так, древесина, камень, камень, сейчас принесу секундочку. Кожа у нас с вами вот здесь вот лежит. И попытаемся проапгрейдить. Надеюсь, что пойдёт хорошо, потому что порой оно как бы через один перескакивает, через два. Погнали. Получается синий, я тебя понял, 340 брони за то. 511, уже очень неплохо. 586, опять же, броня рандомно прибавляется. Вот это, никогда не знаешь, насколько хорошим получится. Но, не хватает 1000 волокна, 300 кожи. Сейчас принесу. Нам нужно какое-нибудь существо, которое будет хорошо собирать волокно, потому что без волокна, на самом деле, туго. Это я у тебя тоже забираю. Кстати, спасибо. Это тебе больше не понадобится. А кожу я всю из тебя забрал. У нас, на самом деле, было больше кожи, если не ошибаюсь. Ну-ка, гигантозавр. Во, смотрите, здесь десятка кожи. Волокна у тебя, здесь 16 тысяч кожи. Кстати, помимо этого, здесь у тебя еще кристаллы. То есть, это обломки кристаллов, можно будет сделать из этого кристалла. Так, все, у нас получается на 761 брони, как раз легендарное седло. Ну, говорю, это полный рандом. Соответственно, теперь у нас где-то вот там, вон вижу, стоит наш силовой эквоз. По идее, у него сейчас будет очень мало здоровья. 63 тысячи. А у стандартного, если не ошибаюсь, уровень 200 тысяч, да? Да, здесь 202 тысячи. Кстати, у тебя совершенно нет еды. Еды у меня просто валом. Еду я подформил, с этим все хорошо. Так, все, дружище. Пока что стоишь здесь. Я беру вот этого эквоза и поехал, немножко его покачаю. Металл. Есть. То есть, можно сделать сейчас быстренько зелье. И следующий момент. Я, честно говоря, перезапустил полностью спаун на карте, потому что, как помните, и Тиранус у нас с вами все провалились куда-то под текстуры. И, естественно, после этого, ну, их оттуда невозможно было достать. Это были не пещеры. Это они просто действительно провалились под текстуры. Вот и все. Прикольно. Тихо, спокуха. Мне важно проверить урон. 66 тысяч. Давай, да, да, давай. Давай, бей ее. Ну. Ладно. Мы сейчас сделаем по-другому. Призываем додошек. Все, пучком. А где додошки-то? А, теперь вместо додошек он по области наносит урон. Все хорошо. Кстати, секунду. Так, господи, что с тобой такое? 380-ый, да? Ну, то есть, не очень сильный. Ну, а с вами был такой, мы его потеряли на одном из страйков. Я думал приручить еще одного. Просто не знаю зачем. Он нам на самом деле-то не нужен толком. Давайте этого забьем просто, чтобы... Куда ты? Как это происходит? Почему? Вау. Я не знал, что ты так умеешь прыгать. Это прикольно. Это нам может пригодиться. Там, кстати, еще и летающий эквус есть. Давай, пока он вводим, мы сейчас спокойненько его поднем. Пару раз, буквально. Раз, два. Отлично. Таким образом, естественно, прокачиваемся. И теперь можно вкачать урон. Я надеюсь, что этот эквус получится тоже очень сильным. То есть, как, например, Дотарекс. 166 тысяч. Но, в принципе, я не вижу большой разницы со стандартным. Может быть, нужно немножко посильнее прокачать. Но просто, как помните, у стандартного... Блин, вот это круто. Просто у стандартного тоже там по 200 тысяч урона на максимальной прокачке. Ну-ка. А вот этого большой радиус. Так. Это у бронтозавра достал 206 тысяч. Вообще-то круто. Подожди. А ты собираешь при помощи этого мяса? Кожу? Собирает. То есть, мы можем таким образом как раз на нем отправиться куда-нибудь на болото. Нужно, кстати, туда поставить обязательно... Это что такое? Это обелиски так теперь называются? Ладно, я понял. Так вот, нужно будет туда поставить обязательно телепорт, чтобы можно было просто туда телепортироваться. Совершенно про это забываю. Но, в принципе, действительно, это очень удобно. То есть, мы можем теперь при помощи вот этого удара... Забивать на большом расстоянии всех подряд. Но, правда, до носорогов не дошло. И таким образом, естественно, фармить. Так. Неплохо. Там еще легендарные седла на... Пром-то-дорехса. Синие. Хорошо. А вот эти легендарные. Ну ладно, пока что сейчас тебя все переложим. Так. Все. Это максимальная раскачка. Сейчас посмотрим, насколько много он урона наносит. Ну-ка. Эх. Забываю про это совершенно. Давайте аккуратненько подходим. 300 тысяч. На 100 тысяч больше, чем стандартный. При этом у него становится на 150 тысяч меньше здоровья. Ну, то есть, такое. Единственный бонус такой приятный. То, что он может теперь очень-очень высоко прыгать. То есть, я должен, скорее всего, да. Я могу запрыгнуть вот сюда. И прыгает, что самое главное, не только высоко. Но, в принципе, и гораздо быстрее, чем бежит, мне кажется. Я надеюсь, что Ютираноса появились. Давайте попытаемся сейчас еще одного найти. Поставим там 2 200. Поиск. Хотя бы одного. Вот он. 1860. Он. Мы с вами вот на этом острове. Он находится на соседнем. Я предлагаю попытаться его завалить. Хотя бы одного этого. Там, что у нас с вами происходит. Это опять... Это не оверспаун. Это чих где-то рядышком. Это миньоны. Да, это миньоны. А где самый главный? Вон он бегает. Спокойно. У него 1 миллион 832 тысячи. Вот, то есть, к нему подходить абсолютно точно нельзя. Давайте, пока что возвращаемся домой. Самое забавное, мы сейчас можем вот таким образом просто, ну, большую часть перепрыгивать. И здесь даже плыть не нужно. Прикольно, ладно, хорошо. Ну, чуть-чуть проплыть придется. Ну что, вот у нас с вами и Тиранус. Надеюсь, никуда не провалится сейчас. У него не очень много здоровья. 303 миллиона 948 тысяч. Ну, в принципе, неприятно, конечно. Там Раптор еще рядом был. Так, дружище. С тобой мы что будем делать? Да стой ты. Ладно, давай вот так вот. Окей, есть. Возможно, он сейчас будет наносить очень много урона. Нужно тестировать. Я надеюсь, что все будет ок. Если нет, то... Ну, то нет. То, значит, просто умрем. Кстати, держи тебе хилки. На всякие пожарные, чтобы можно было прожать. Спокойно. Тихо. Да. На самом деле, я ему наносил урон по 450 тысяч. Урон был неплохой. Только просто на Эквусе этого делать нельзя. В общем, Эквус это стартовое существо, на котором можно фармить. При помощи которого можно забивать как раз каких-то стартовых существ. Естественно, таким образом мы потихонечку будем... У нас все сломалось опять, да? То есть потихонечку будем собирать необходимые зелья, чтобы можно было более серьезных существ себе приручать. И уже при помощи них забивать более сильных боссов. Ладно, протестировали, ничего страшного. Сейчас мы с вами вернемся, все будет хорошо. Единственное, сейчас нужно будет сгонять и собрать седло с Эквуса. Так, секундочку. Птер, у меня все для тебя есть. Вот тебе кристалл. Вот тебе... Где зелье? Я его выложил, что ли? Оно же было зеленое. Я его выложил, значит. Держи зелье, врубаем эволюцию, забираем из тебя вот это добро. Здесь пока что отремонтирую все вещи. И, кстати, в прошлый раз, чтобы убивать всех этих боссов, я все-таки использовал Додорекса, причем именно Огненного. Я надеюсь, что, ну, как бы можно и на силовом, потому что, мне кажется, у силового все-таки больше урон. Хотя, может быть, тут влияет количество здоровья. Не знаю. Посмотрим сейчас. Секундочку. Ну вот, 580. Их, на самом деле, очень много. Я сейчас быстро туда долечу. И, кстати, да, второй аспект. То, что вот мы с вами там нашли на 80 уровне. Это улучшенные боссы 2 уровня. И на них нужно больше как раз части тела. А на 60 уровне есть вот такие 1 уровни. Они гораздо проще, гораздо дешевле. И, естественно, нужно будет скрафтить в первую очередь себе вот такого босса. Так, полетели. Значит, сейчас приручать Додорекса. Ну что, последний удар. Он должен, по идее, засыпать. Давай, засыпай. Отлично. Я с собой все абсолютно взял. И седло, и зелье, и еду. То есть у нас с вами теперь никаких проблем. Быстренько его приручаем. На, держи еду. Зачем я столько положу, я сам не знаю. Вот этого достаточно. Есть, отлично. Появляется Додорекс. Секундочку, давайте перезайдем в инвентарь. Держи свое седло. Все-таки еды я тебе немножко положу, чтобы было. Пускай хотя бы, я там не знаю, вот так вот 40 корма будет. Дальше. Стой. Птера пока что отправляем домой. Нужно будет его, естественно, подкачать. Но этим займемся попозднее. Ну, я это могу сделать за кадром вообще без проблем. Так, ты лети домой. Мы пока что немножко здесь погуляем на как раз Додорексе. Прокачаем его. Для этого мы ему сделаем, естественно, это самое зелье. И попытаемся собрать еще одно зелье на силу. Ну, я надеюсь, что мы найдем. Никаких проблем с этим не возникнет. Погнали потихонечку. Я тут так сейчас подумал, почему у меня в том выживании был именно огненный яйцо на тот самый Додорекс. Потому что я же мог, наверное, силового сделать. Я сейчас не хочу пересматривать. Я уже, честно говоря, не помню. Есть у меня такое подозрение, что огненного я сделал, потому что у силового все-таки слишком мало здоровья. Из-за этого его слишком быстро забивают. Я не успевал отлечивать, это факт. Это действительно так, потому что слишком много урона. Это раз. А во-вторых, по огненному, скорее всего, огненный выдох не работает. Есть четыре зелья огненных. У нас с вами еще есть такое вот ядовитое. Нужно пошерстить. Может быть, где-то я выложил в кого-то как раз силовое. Ладно, не суть важна. Я надеюсь, что на нем у нас больше таких проблем не будет. Держи свое седлышко. А, здоровье 284 тысячи. Скорее всего, да. Скорее всего, именно из-за этого. А хилки были в Эквусе. Ладно, хорошо, мы сейчас туда все равно вернемся и хилки заберем. Но раз уж на то пошло, то нужно обязательно себе купить еще, наверное, 10 штук. Сейчас таким образом до максимума докачаемся. Есть, отлично. Кстати, легендарный кирка. Я свою не знаю, куда я делал. Я вроде ее копал. А, она у меня сломалась полностью. Все, я понял. Я думаю, куда она у меня делась. Я ее полностью-полностью сломал. Так, таким образом у нас 100% раскачка. Опять ищем с вами Ютирануса. Спокойно. Выдох. На него не работает, что ли, да? Давай так бить. Не вижу ничего. Черт, почему я кручусь? Давай на берег. Он меня поджег. Гори не работает. Ну, иди сюда. Что за бред? Ладно, пошли риснем. Да почему меня начинает крутить-то вокруг него? Я когда кусаю, у меня Мэй начинает крутиться или... Ну, я не знаю, то ли плавать таким образом, то ли что. Я даже не знаю, из-за чего это происходит. Но, в принципе, урон идет. Хорошо. Почему он побежал? Как странно. Здесь звук придется отрубить, потому что... Музыка играет. Лицензионная. Я не знаю, что с ним не так. Он просто бежит. Бежим за ним. Выдохнуть могу. Ладно, я его поджег. Я не знаю, горение будет работать или нет. Нет, он не поджегся. Он не горит, потому что это босс. Да, стандартная механика. А бежит он, потому что он меня достать под водой, скорее всего, не мог. И врубилась. Опять же, стандартная механика. Если похищник не может тебя долго ударить, он начинает от тебя убегать. Чего дальше происходит, я не понимаю. Давай под воду к за ним. Все, окей, он застрял. Давай, давай, давай. Ну же. Есть. Отлично. Мы получаем с вами легендарные перчаточки. Выучиваем почти все, если не ошибаюсь, теканграммы. Броня 21792. А, а здесь 10 тысяч. А здесь 3 тысяч. Понятно. 10 тысяч. И 3 тысячи, ну это прям огромная разница. Так, это что такое? А, артефакт. Да, с них еще артефакты выпадают. Все правильно. Плюс у нас с вами 3 ядовитых зелья. Обалдеть. Это прям очень круто. 100 монет. Так, вот это мы неплохо разжились. На 12 тысяч нагрудник не ломающийся. Наконец-то. Все. Наконец-то у нас с вами появляется нормальная человеческая броня. Давай, вот это одеваем сюда. Не одевается он сюда. Теперь придется следить за носимым весом, да? Ладно, хорошо. Договорились. Тут вопрос заключается даже не в этом. Мы получили с него сердце. Дальше это... Это нелегкий. Это... Как же? Visceral. Ну, внутренности, в общем, если не ошибаюсь. Нет, это чересчур круто. Валим отсюда. Я надеюсь, я успею свалить. Я надеюсь, я успею свалить. У меня получилось забраться на гору от этого Етираноса. Я понял, что запись не включена, потому что я очень долго его искал. Соответственно, выключил. Пожалуйста, живи. Но вот так вот по-нормальному справиться не получается. Зараза. Это прям... Причем, вот это вылечивать, сами видите, не на максимум. Я надеялся, что посильнее будет лечить. Так вот. О, да, я, кстати, нашел себе ботиночки. И нашел себе, естественно, броню. Так вот. Может быть, попытаться на Грифоне? Я хочу попытаться забить его таким образом. Я не знаю, возможно это или нет. Сто тысяч. Звука здесь не будет, потому что музыка играет. Если он меня ударит, будет очень больно. У Грифона всего-навсего 90 тысяч здоровья. У меня есть хилки, но они лечат, если не ошибаюсь, в процентном соотношении. Зараза, что ж ты такой медленный? Во! Вот об этом я и говорю. Будет очень больно. 56 тысяч по нему, потому что седло хуже. У меня появился вопрос. А могу ли я, например, попытаться с Виверн собрать молоко? Сейчас попытаемся усыпить или вообще приручить Виверн. Посмотреть, что они могут делать. Это раз. А во-вторых, если в них есть молоко, может быть молоко защищает от этого горения, потому что все остальное ерунда. Самое страшное это горение. Сейчас посмотрим, есть ли у них оглушение вообще. Да, оглушение есть. 770 тысяч. Но это не страшно. Я могу спокойно за ней летать, она меня не будет сжечь. Все нормально. Все, она засыпает. Так, одну секунду. Во-первых, главное, чтобы она не очень быстро просыпалась. Ну-ка. Оглушение падает, но не быстро. И вот у нас с вами как раз молоко Виверны. Я не знаю, можно ли ее приручать при помощи мяса или нет. Это существо может быть приручено только во время бодрствования. Понятно, хорошо. Как она может быть приручена, непонятно. Самое главное, что мы получили с нее молоко. Просто это сейчас для теста, естественно. То есть, на самом деле, я так подозреваю, что с этим первым как раз Ютираносом мне просто повезло, которого я забил. Этот же Ютиранос доставляет очень много неприятностей. Сейчас, секундочку. Я просто не понимаю, куда мне нужно телепортироваться против последнюю локацию. Вообще, конечно, проблема этого Ютираноса не только в Горине. В Горине это только маленькая толика. Проблема в том, что он слишком много урона наносит по Додорексу, у которого легендарное седло. Я включил свой старый выпуск. Там у нас до 150 уровня существа. Здесь до 600. Давайте прожмем. А хилки-то я и забыл. Ну ладно, хорошо. Здесь до 600, и это самая большая ошибка. Ну то есть, нельзя с этой модификацией играть на таких уровнях. Давай, пытаемся ударить. Все, валим отсюда. Ну, в принципе, мы его пробиваем, как видите. Но он нас тоже очень сильно пробивает. Так. Сейчас, секунду, держись. Дурацкое, это еще Горине такое. Где, 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 где? В ком? В Грифоне сейчас он умрет. Я не успеваю. Из-за того, что хилки все здесь остались. Я спешу, я спешу, я спешу, братан. Все нормально? Ладно, все в порядке, он не умер. Но, как видели, это прям очень сложно. И не должно быть так сложно. То есть, да, я на самом деле оставлю их на базе стоять. Изменю уровни на серваке. Поставлю максимальный уровень 150. И перезапущу весь спаун. И со следующего выпуска мы с вами попытаемся еще раз приручить себе Додорекса. Попытаемся его провалиционировать силового. И, естественно, из этого уже будем делать какие-то выводы. Получится у нас или нет забивать как раз Ютираносов. Потому что, ну, не должны быть они такими высокоуровнями. Не может быть у них там 2200 уровней, когда у тебя всего 600-ый максимальный. Это слишком большой разрыв. Потому что, ну, 150-ый-300-ый. Это, я понимаю, в два раза сильнее. То есть, в два раза выше уровень. То есть, таким образом мы с вами себя обеспечили существ для того, чтобы дальше можно было спокойно выживать. И в следующем выпуске, я надеюсь, у нас уже получится продвинуться вперед. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.